Как будет сформулирован вопрос, который будет вынесен на референдум? Ну, вопрос мы сформулировали. Он состоит в том, что Крым, автономная республика Крым обладает статусом государственности в составе Украины. Это на основе договоров и соглашений. Это максимально выверенная формула автономности. Она отвечает всем чаяниям крымчан на сегодняшний день. Вы знаете, мы провели очень непростые эти все дни в противостояниях и дискуссиях. И выработали эту формулу на соответствии всем нормативным актам. Что получат крымчане в результате референдума? Они получат максимальную форму автономности, которая позволит им решать самостоятельные проблемы. В первую очередь в финансовой сфере, в бюджетной сфере, в налоговой сфере, в сфере собственности, в культурной сфере, в языковой сфере, в сфере взаимоотношений, в межнациональных. Мы хотим там упорядочить и решить, наконец, многолетние претензии и просьбы крымских татар. Это будет касаться и языка, и касаться представительства их в органах представительской и исполнительской власти. То есть то, что назрело, мы то хотим и решить. Здесь ничего никто не изобретал нового. Все лежит на поверхности. Мы много над этим, на самом деле, в последнее время работали в процессе конституционной ассамблеи, которая была в Украине развернута. Сейчас она свернута, и вообще непонятно, что с этим процессом. Мы уделяли очень много внимания этому, и у нас хорошие наработки, поэтому мы готовы к этому референдуму, и он будет проведен. Но вот при этом в Киеве, тот же исполняющий обязанности президента Турчинов, вас называют сепаратистами. Значит, я хотел бы здесь расставить все точки над «и». Мы все в Крыму до последней минуты стояли и стоим за украинскую государство нас. Но нас никто не слышит, они слышат только себя. Мы за все время, сколько происходил кризис, мы ни разу не делали никаких заявлений, хотя на наших глазах разворачивались жуткие совершенно вещи. Когда люди захватывают администрацию, разваливают органы государственного управления, ставят милиционеров публично на колени, устраивают публичные казни. Это что? Это государственность? Это кто сепаратист? Это кто формирует незаконные органы власти? Это делают публично, показывая людям 24 часа в день, как это нужно делать. А мы ничего такого не хотим, мы хотим все сделать как раз по закону. Я говорил с моим коллегам, мы не хотим ему поддавляться. Мы будем работать в рамках конституционного поля Украины. Но сегодня это поле разрушается каждый день. Сегодня что были наиболее актуальные вопросы для страны? Они что сегодня все вопросы уже решили во всех территориях, что им нужно было проводить неочередные выборы в Крыму и взорвать эту ситуацию? Больше везде решены уже вопросы. Они взялись за Крым. Они хотят лишить крымчан самого главного. Их право разговаривать на родном языке. И мы знаем, что такие мероприятия они готовят. В программе партии «Свобода» запрет разговора на русском языке. И только по воскресным школам русские должны ходить готовят. Они думают, мы не наблюдаем за ними, и не знаем, чем они дышат. Мы все прекрасно знаем, все прекрасно понимаем. А запрет партии, которой я принадлежу, а запрет коммунистической партии, а снос памятников по всей стране. Они что, наносят удар коммунистам? Нет, они по всему Юго-Востоку наносят удар. Где свои идеалы? У них свои. Понимаете? Поэтому мы хотим показать, не мы от вас отсоединяемся, а может быть вы от нас отсоединяетесь. Поэтому сделайте урок из этих событий, которые делают Крыму. Вот эти угрозы сменить силовиков в Крыму, угрозы начала уголовного преследования против тех, кто выполнял приказы, в том числе и работники Беркута. Это что? Это стабилизация ситуации? Они ее здесь взрывают на каждом шагу. Люди за себя боятся, за свои семьи и так далее. Скажите, вот для того, чтобы провести референдум, всегда нужен ресурс, нужны избирательные комиссии, которые будут считать, собственно, данные и то, как проголосуют люди. Каким образом вы собираетесь обеспечить этот процесс? Мы поручим Совету министров ряд серьезных постановлений, это звучит, обеспечить финансовые, организационные мероприятия. Мы проведем это, делали уже, делали не раз, поэтому в Крыму люди готовы к этому, и мы организационно к этому тоже готовы. В случае, если из Киева поступит команда силовым структурам, поступит команда вооруженным силам блокировать этот процесс, мешать вам работать, как вы будете действовать, какие варианты? Безусловно, мы будем отстаивать законным способом свои законные права, это первое. Второе. Все силовые структуры должны, в условиях юридической неопределенности, который сегодня, или, мягко говоря, хаоса в Киеве, который сегодня, так сказать, происходит, жестко координировать свою деятельность с парламентом Крыма, единственными легитимными органами на сегодняшний день, высшими легитимными органами. Сегодня утвердим правительство, утвердим состав министра, хотя бы основные ключевые фигуры. Правительство будет работать и будем решать эти вопросы. Кроме этого, мы хотим сегодня зарегистрирована поправка о том, чтобы обратиться к Российской Федерации в законном основании, в законном основании, подчеркиваю, выделить нам финансовую помощь в связи с тяжелейшим финансовым положением в Тону Республики Крым и связанной с этой задержкой выплаты заработной платы, недоплаты бюджетникам. У нас ситуация на грани экономического коллапса. Скажите, поступает информация, что из Киева собираются проследовать сюда поезда дружбы, так называемые, здесь хорошо знают, что это такое. Поступает информация, что активисты Майдана, люди, которые поддержали новую власть, собираются ехать сюда для того, чтобы убеждать, так сказать, местных жителей. Они убедили уже всю Украину, убедили Киев. Это сегодня, мне сердце болит за тем городом, который я люблю, что они с ним сделали. Если они сюда приедут, то пусть только попробуют дружбу. Не надо с нами так дружить. С нами надо договариваться. Договариваться мы готовы. Дружить так с нами не надо. Вы уже так задружили всю страну, что она превращается в сборище партизанских отрядов непонятного происхождения, когда люди боятся из домов вылезти. У меня звонят люди со всей Украины и рассказывают, что с ними происходит. Сегодня президент Янукович сделал заявление, что он считает, что он продолжает оставаться легитимым президентом. Вы продолжаете поддерживать Виктора Януковича и подчиняться его указаниям? Вы знаете, народ Крыма очень дисциплинирован и очень законно послушен. Мы поддерживаем законно избранного президента. Сегодня очень модно по нему топтаться, показывать его особняки, дворцы. Все это здорово. Пусть оппозиция покажет свои дворцы. Это что за средневековье вообще такое? Судить нужно по поступкам, по своим. Мы не говорим о том, что это нужно сделать. Я не хочу это осуждать или обсуждать, потому что сегодня очень легко топтаться. А вчера, извините, под козырек все клали. Сейчас они стояли под козырек. Не об этом сейчас нужно думать. Сейчас нужно думать, что со страной делать и с властью делать. Власть нужно было передать в законный способ. И все бы было нормально в стране. Формируются отряды самообороны, как называют их, русскоязычных жителей Крыма. Что из себя представляют эти формирования? С вами координируется эта работа? Происходит то, чего больше всего мы боялись. Система государственной власти парализована. Органы внутренних дел деморализованы. За те приказы, которые не исполняли, законы исполняли, приказы Конституции, их сегодня преследуют. Их преследуют не просто. Их готовится расправа, им угрожает народным линчеванием и так далее. Понимаете, что происходит? Это люди выполнили свой долг. Я с ними беседовал, я видел их лица. Поэтому, безусловно, это та сила, которая уже и вчерашнее обострение, противостояние показало, что нас некому защищать. Все деморализованы, только люди, только отряды самообороны. Сегодня реальная сила, которая может встать на нашу защиту, если эти поезда поедут. Если, так сказать, с Киева достаются звонки умиротворенные, что никаких поездов не будет. Вы не верьте, это слухи. Но мы знаем их хорошо. А другая сторона нам говорит, не верьте им ни одному слову. Они говорят вам, для того, чтобы вас заболтать. И мы уже, безусловно, все люди находятся. Сегодня, посмотрите, город Симферополь, так сказать, людей на улице нет. Поэтому мы готовы к таким действиям самообороны. Если вам все-таки не дадут провести референдум, готовы ли вы к отделению? Готовы ли вы, так сказать, идти дальше, сделать еще? Мы готовы отстаивать свою автономию, если вы поняли, решительности у нас достаточно. Я думаю, что они, если они этот раз не услышат, ну, будем тогда обращаться к крымчанам и будем тогда думать. Я думаю, что они услышат наши призывы, нашу решительность, действовать очень решительно. Мы настроены очень решительно действовать в рамках Конституции. Пусть нам не мешают и не заставляют нас поездами дружбы дружить. Продолжение следует...